Этот параметр настолько жесткий, что в тот год, когда его дали на ЕГЭ, его не решил практически никто. Но сегодня мы его уничтожим и сделаем это достаточно легко и понятно. Ты на канале Профиматика, я Игорь Укулов, давай решать параметры. Итак, параметр вот такой. При каких значениях параметра А вот такое вот выражение имеет по крайней мере хотя бы один корень. И выглядит оно прямо страшно. Куб, квадрат, похожие выражения, но непонятно, в общем-то, что здесь можно делать. Вот. Немножко оптимизма все-таки добавляет, кажется, то, что вот тут х квадрат, минус удвоенное произведение, здесь минус, здесь минус. Ну, то есть, может быть, здесь что-то хорошо как-то свернется. Ну, и вот с этого можно попробовать начать. То есть, на самом деле, можно заметить, что здесь написано 3 минус, дальше я минус вынесу х квадрат, плюс 2ax, плюс а квадрат и минус а квадрат. И смотрите, что здесь хорошего. Ну, вот, если вы раскроете скобочку, мы получим то же самое. Но суть здесь, наверное, в том, что хочется заметить, что это 3 минуса квадрат и минус, а вот это вот х плюс а в квадрате. На самом деле, х плюс а в квадрате это то же самое, что модуль х плюс а в квадрате. Ну, это уже какая-то такая радостное замечание. Наша левая часть и наша правая часть стали чуточку более похожи. Но при этом все равно непонятно, как работать вот с этими кубами и как работать с квадратами. Значит, что хочется? Ну, наверное, хочется вообще посмотреть на структуру вот этого уравнения. Для этого давайте я обозначу 2 плюс модуль х плюс а за у, а, соответственно, 3 минус а квадрат минус модуль х плюс а в квадрате за v. И тогда структура у меня такая, у куб минус у квадрат равно v куб минус v квадрат. Достаточно красивое выражение, из которого мы точно можем сделать вывод, вывод, что u равно v нам подходит. Нам подходит. Вот дальше, конечно, возникает вопрос, и в таких уравнениях, понятное дело, он всегда возникает. А есть ли какие-то еще случаи? И теперь наш пример распадется на два этапа. Первый этап, первый этап, значит, это исследовать u равно v. Второй этап доказать, доказать, что других случаев нет. То есть, наша задача сведется вот к этим двум. То есть, видя вот такое уравнение на ЕГЭ, обычно как раз хочется каким-то образом показать, что есть только случай у равно v. И дальше показать, что других случаев нет, это и будет давать нам полный анализ нашего выражения. Но давайте начнем с первого пункта. Он будет более простым и понятным. Итак, хотим u равно v. 2 плюс модуль x плюс a равно 3 минус a квадрат минус модуль x плюс a в квадрате. Здесь я, конечно, говорю, что модуль x плюс a равно t. И это, и t у нас больше либо равно 0. Ну и получается t квадрат плюс t. Так, t квадрат плюс t плюс a квадрат минус 1 равно 0. Вот получается у нас вот такое вот квадратное уравнение, у которого мы хотим хотя бы одно положительное решение. Смотрите, при тех а, при которых здесь будет хотя бы одно положительное решение, будет хотя бы один положительный x. А если будет хотя бы один положительный x, значит все, условие задачи реализовалось. Как с этой структурой можно работать? На самом деле с ней можно работать по-разному, но хочется поделиться с вами еще одним классным приемом. Он такой. Значит, он заключается в том, что если я запишу это t квадрат плюс t равно 1 минус a квадрат, то достаточно удобно, если весь параметр входит в рамках вот такого выражения, так давайте его заменим на какое-то b. И получается b равняется t квадрат плюс t. И вот это вот выражение найдем при каких значениях параметра b. Это уравнение имеет хотя бы один положительный корень. Ну и для этого самый простой способ, какой у нас есть, это построить графики в осях t от b. Значит, у этого графика я буду строить только ту часть, которая положительна. Для этого что мне нужно? Мне нужна x вершина, это минус 1 на 2. Ну и дальше я знаю, что при t равно 0, это 0. Ветви направлены вверх. Вершинка у меня в минус 1 второй. Вот здесь минус 1 вторая. Ну и вот у меня пошла веточка. Вот здесь у меня будет часть, которая меня не так интересует. А вот здесь будет та часть, которая мне нужна. Значит, и тогда я понимаю, что на самом деле мне требуется очень простое условие. чтобы у меня были решения, мне достаточно просто, чтобы b было больше нуля. Вот, то есть мне нужно, чтобы b было больше нуля. То есть мне нужно, чтобы 1 минус а квадрат было больше нуля. Ну это означает, что 1 минус а на 1 плюс а должно быть больше нуля. Ну и тогда я рисую числовую прямую. Наношу на нее минус 1 и 1. Знаки у меня будут минус, минус, плюс, минус. Первый знак минус. Ну а дальше, повторяющийся корень нет, знак чередуется. Вот. И мне нужно, где больше нуля, получаю промежуток, что а от минус 1 до 1. Итак, а принадлежит от минус 1 до 1. При этом надо заметить, что, конечно, так. А почему у меня b нет? У меня здесь единственное b, конечно, больше либо равно нуля. Значит, эти точки нам входят. Значит, конечно, скобки у нас квадратные. Вот. Скобки у нас, конечно же, квадратные. То есть b равно нулю нам тоже подходит, потому что... Так. Потому что при t равно нулю у нас... Ну при b равно нулю у нас будет t равно нулю, и этот корень нам прекрасно подходит. Вот. Вот получили, соответственно, промежуток для а. При этих значениях а вот это уравнение будет иметь решение. Вот это уравнение имеет решение при а принадлежит от минус 1 до 1. И теперь возникает разумный вопрос. Возникает разумный вопрос. А нет ли здесь еще каких-то корней? Ну то есть, если есть какие-то еще случаи, мы должны смотреть, при каких а есть корни в этих случаях. Либо мы каким-то образом сможем доказать, что других случаев нет. Обычно, обычно, в структурах такого вида мы пользуемся следующей идеей. Значит, здесь она в полной мере не сработает, но она даст нам ключ к рассуждениям в дальнейшем. Рассмотрим функцию f от... ну пусть будет f от x равную x куб минус x квадрат. Вот рассмотрим вот такую функцию. Тогда у нас написано, что f от u равно f от v. И у нас есть классное утверждение, которое очень часто помогает в задачах. Что если f от x монотонно, то есть все время возрастает или все время убывает монотонно, то f от u равно f от v равносильно u равно v. Ну почему так? Потому что в случае, если у нас есть какая-то все время возрастающая функция, и ее значение в какой-то точке u совпало со значением в той... Ну вот пусть вот это u. Тогда вот это f от u. И если f от u совпадает с f от v, то у монотонной функции очевидно же, что есть только одна точка на графике, у которой такое же значение. Это она же. То есть вот они должны явно совпадать. Для монотонной функции. Беда в том, что кажется, наша функция не монотонна. Ну как на это посмотреть? Обычно мы хотим взять производную. Значит, мы берем f от x. И производная у нас получается 3x квадрат минус 2x. И это, к сожалению, не монотонная функция, потому что я выношу 3x за скобочку. У меня здесь x минус 2 трети. Ну и получается тогда, что здесь у меня 0. Здесь у меня 2 трети. И знаки у меня плюс, минус, плюс. Значит, здесь у меня возрастание. Здесь у меня убывание. Здесь у меня снова возрастание. То есть моя функция не монотонна. У нее есть промежуточек, где она убывает. Увы. Хочется сильно расстроиться. Но на самом деле пока этого делать рано, потому что не все потеряно. А почему не все потеряно? Дело все в том, что если я возьму, да и нарисую вот этот вот график, значит, вот у меня 0. Вот у меня там 2 трети. Значит, здесь у меня в 0 у меня точка максимума. Потом в 2 третях у меня точка минимума. Ну и потом у меня график пойдет вот так. Это у меня x. Это у меня y. Вот такой график. А теперь вернемся вот сюда. И ключом ко всему будет вот это замечательное выражение. У этого выражения u не может быть каким угодно. u это модуль плюс 2. А это означает, что если u это модуль плюс 2, то u у нас больше либо равно двоечке. Значит, значит, мне не нужно рассматривать все иксы. Мне нужно рассматривать все иксы, начиная с двойки до плюс бесконечности. Но при этих иксах у меня уже монотонность есть. То есть, если у меня, вот u у меня, это какая-то точка вот в этой области. А если u у меня, это какая-то точка в этой области, то, соответственно, вот у меня, пускай u пришло сюда, f от u у меня живет вот тут. И если у меня f от v хочет равняться f от u, то это может происходить только вот в этой же самой точке. То есть, отсюда следует теперь, что раз я от графика должен брать только вот этот промежуток, а на этом промежутке у меня f монотонно, то, значит, других случаев у меня быть не может. Значит, единственный случай, который мне подходит, это u равно v. И на этом на самом деле все заканчивается. То есть, мы показали, что случай u равно v реализуется при a от минус 1 до 1. И мы с вами показали, что случаев, когда u не равно v, у нас нет. Вот такой вот параметр, который на самом деле мне кажется достаточно сложным для человека, который не владеет специальными методами. А здесь этих специальных методов прямо много. Это и оценка, это и, соответственно, рассуждение с помощью производной, и вот этот вот переход с помощью монотонности, который в целом нужно знать. Это, соответственно, и кроме всего прочего, вот эта вот техника решения просто вот этого вот уравнения. Хотя его тоже нельзя назвать простым. Это достаточно содержательное уравнение, в котором тоже вот опять же нужна снова оценочка. Ну, в общем, здесь много чего нужно. Вот. Если вы хотите научиться решать параметры на таком уровне, а с таким уровнем вы можете бесстрашно идти на ЕГЭ и спокойно решать параметры, которые там будут, то я приглашаю вас к нам на курс Кровь, Поты 80+, где прямо с января мы начнем решать параметры, и мы это будем делать очень-очень-очень активно. То есть у вас за 5 месяцев будет... Ну, у вас постоянные будут параметры, очень-очень много практики. И будут всякие специальные приемы. Мы разберем кучу ЕГЭшных задач, которые были раньше и которые могут быть. Поэтому, если вы хотите прокачать параметры, вам к нам. Ну, если вы на самом деле не только параметрами интересуетесь, наш курс абсолютно полный, он охватывает любую задачу. И по любой задаче вы получите нужный вам материал, независимо от того, вы только начинаете ее проходить, или вы уже опытный, или вы вообще преподаватель. В любом случае, вам это будет полезно, вы узнаете много нового, и вы выйдете с нашего курса сильней. Поэтому приглашаю вас, приходите. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что смотрели, спасибо, что досмотрели. С вами был канал Профиматика Игорь Уколов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok